Привет, это Ребуарн. Незапланированное, так сказать, включение, потому что мой подписчик под ником Минситар, спасибо ему большое, через донат попросил меня посмотреть ролик с канала Сани Шоу, ролик называется Дунечка больше нет, и в чем, почему незапланированное, потому что у меня заказы закрыты, мне подписчик закинул просто послосновные деньги за один ролик, я такой, окей, спасибо тебе большое, друг, это было очень приятно и неожиданно, естественно, ролик сейчас мы глянем. Я не знаю, это канал Сани Шоу, но у него 4 миллиона подписчиков, офигеть очень много, насколько я понимаю, ролик будет грустным, потому что, видимо, он тут будет рассказывать про то, что у него не стало кошки, я прекрасно его понимаю, у меня тоже давно кошка была, тоже ее не стало, это было очень печально, потому что животные это члены нашей семьи, и когда они уходят, становится пипец тяжело на душе, как будто бы потерял частичку себя, вот, ролик давайте посмотрим, думаю, будет что-то интересное и грустное, поехали. Это случилось уже довольно давно, я не знал, как об этом рассказать. Нашей Дунечке не стало 9 декабря 2022 года. Почти два года прошло, нифига себе. Я не хотел портить вам новогодние праздники печальными новостями и отложил эту новость на потом. А потом и вовсе не получалось об этом рассказать по разным причинам. Как оказалось, не так уж и просто делать такие тяжелые выпуски. Дунечка была частью нашей семьи. Мы дарили ей любовь и ласку, заботились о ней и старались делать ее жизнь комфортнее. Она прожила с нами почти 9 лет. Блин, ну совсем молодая была. Мы точно знаем, что она ни в чем не нуждалась. У моей кошки было, по-моему, лет 12-13, когда она умерла. И была счастлива. Свою довольно короткую кошачью жизнь Дунечка провела в безграничной любви, в сытости, в тепле и заботе. Она никогда в своей жизни не знала одиночества. Ее всегда окружали усатые друзья. Еще киски есть. Только лапка эта двинулась. Мы приютили Дунечку с улицы весной 2014 года. А, она уже взрослая была, когда они ее поэты получили. Ой, ее приютили, значит, уже больше, чем еди было. Мы приютили Дунечку с улицы весной 2014 года. Это было трудное для нашей семьи время. Так случилось, что жизнь положила меня в горизонтальное положение на полтора года. Ой, жесть. Довольно долго я лежал в постели, и когда все стало постепенно становиться лучше, я подумал завести кошечку. Мне хотелось, чтобы она приходила ко мне спать, мурлыкала мне песенки и таким образом помогала проживать эти непростые постельные времена. Не, ну я прекрасно понимаю, да, животные помогают справиться с такой вот ситуацией. Нашу первую встречу с маленькой Дунечкой, я помню, словно это было вчера. На дворе был переходный из зимы на весну период. Солнышко уже растопило последние остатки снега, котики почувствовали тепло и повылезали из своих тайников и подвалов. В этот день я дремал в зале, и вдруг сквозь сон слышу, как открывается входная дверь. Домой заходит мама и говорит мне, что около подъезда бегает маленький котенок. Он такой смешной, говорит мама. Хочешь, пойдем посмотрим. А я как это услышал. А сколько ему тебе лет тогда было? Вышел, вскочил с дивана быстрее, чем проснулся. И правда, около подъезда бегала маленькая трехцветная кошечка. От силы месяца два от роду. Нет, ну значит все-таки 9 лет был, блин, очень молодой. Она все пыталась раскопать ямку в полисаднике под нашими окнами, чтобы сходить в туалет. А ей все время мешал соседский рыжий кот. Мы погладили малышку, ну и стоим рассуждаем, а надо ли нам еще кого-то заводить. Ведь это не игрушка, и такие решения должны быть хорошо обдуманы. А вдруг с боссом не поладят, ну и все такое. Босс это собачка. В общем, стояли, наблюдали за этим котенком, а потом решили проверить. Зайдем обратно в подъезд и посмотрим, побежит ли она за нами. Если побежит, ну тогда это 100% сама судьба. В итоге она бежала за нами прям до самой квартиры. Какая пузька. Дома мы ее сразу же помыли, потому что она была грязная и местами в какой-то подвальной паутине. Ну, естественно, блин на улице, если ж. Затем хорошо накормили мясом с кастрюли босса. У нас не было никакой кошачьей еды, а у босса в кастрюле свежесваренное мясо, без соли и прочих приправ. Что-то меня аж кушать захотелось. Перетерли мяско в паштет, добавили водичку и досыто накормили нашу голодную малышку. Затем поставили ей лоток и насыпали песок с детской песочницы. К слову, в то время было сложно найти кошачий наполнитель. Не, ну в 2014 году, мне кажется, что кошачьих наполнителей было куча. У меня кошка вообще, у него был лоточек, и мы туда газет стерили. И всякие другие принадлежности, которых сейчас полно на каждом шагу. Я помню, что над именем... Так улыбается, как будто. Мы вообще не думали. Как-то сразу почувствовали, что это Дуня. Маленький чертенок с неаккуратным окрасом и большими непропорциональными ушами. Да, ушки большие. Местами она и правда была смешная. Ну такая вот Дунечка. Обычная, дворовая, беспородная. Но самая... А беспородная, а не самая как будто милая. Местная и любимая кошечка. Помню, выкладывал фото маленькой Дунечки у себя в соцсетях. И даже получал анонимные комментарии, мол, почему ты постоянно подбираешь каких-то уродцев с улицы. В смысле, постоянно? А кто это писал? У тебя что, не хватает денег на нормальных породистых животных? Какие-то странные люди на самом деле. Типа, а чем хуже животные, которые без породы, например? Во-первых. Во-вторых, нахрена покупать, блять, породистую кошку за миллиарды баксов? Деньги, да, и... Какой в этом смысл? Если вот это вот, ну, прелестное создание, можно вот так вот взять. К тому же, помочь ей. А я, что тогда не понимал, что сейчас, тем более, не понимаю людей, которые четвероногих друзей выбирают исключительно по принципу украшений. Угу, согласен полностью. С моей точки зрения, такая любовь к животным выглядит слегка фальшиво. Да это как будто бы просто, как это, покупать айфон, потому что айфон. Потому что, если ты действительно любишь животных, то не будешь делить их на породистых красавчиков и дворовых уродцев. Да к тому же, почему уродц, уродец? Вообще милая кошка. Дуня наша и правда в детстве была совсем не красавица. А, да блин, офигенно выглядит. Маленькое худое тело и большая голова с огромными ушами. Ну, худое тело-то потому что, наверное, мало кушала. Хвостик был коротенький и тонкий, короткие лапки и окрас, словно размазня пьяного художника. Но мы все равно любили ее и даже не думали вернуть это чудо на улицу и поискать кого-то покрасивее. Ведь домашние животные, это же не предмет интерьера. В первое время мы с Май... Она прямо это как на маленького тигра какого-то похожа. Маленькой Дуней жили в комнате с закрытой дверью, потому что она боялась босса. Наш босс... Ну еще бы, блин, сапок-то здоровый. ...большой крупный пес, и многие котики первое время его опасаются. Поэтому юную Дунечку мы из комнаты не выпускали. И босса тоже к ней в комнату не приглашали. Не, ну мне кажется, как-то по... это... аккуратненько, постепенно их на знакомые было. Как я и хотел, малышка Дуня всегда спала со мной. Я даже помню ее любимую привычку залезать под одеяло и ложиться под одеялом на меня. О, какая прелесть, у меня кошка так не делала. Даже... Я имею, походила самому братья, спасибо. Когда дома не было холодно, Дунька очень любила места потеплее. Ну, просто кошка так. Так вот, бывает, у тебя еще... Нифига себе, у него тоже ролик сохранился какой-то старый. Очень много дел, тебе надо много чего сделать. Но вдруг к тебе приходит милое создание. И ты просто замурован. Кошку поднять нельзя, блин, надо все, тебе приклеила к кровати. Ты уже пошевелиться, а не спорю. Вообще, что, спокойная ночь. Пожалуй, вот. О, залезала. Тебе прям так резко полизаться захотелось. Все, да, спокойная ночь, Дуня, да. О, какая прелесть. Когда Дунечка подросла, она полностью привыкла к боссу и перестала его бояться. Ну, выросла, стала эта, какого, умной, да, мудрой. Дунечка даже спать ложилась рядышком с ним, еще когда он жил на своем старом диване. И так продолжалась вплоть до самых последних дней ее короткой жизни. Такая прелесть. Порой боссу было не очень комфортно валяться с Дуней на диване, потому что Дунечка любила развалиться на пол дивана. Да, кошки не всегда наглые такие. И бедняк. А собаки, я-то какого... То ли стесняется, то ли все, я не знаю. Босс лежал, скрутившись в клубочек, на краюшке, как бедный родственник. И ведь босс в разы больше и сильнее ее. Он вполне мог прогнать кошку со своего законного места, но он никогда ничего плохого ей не сделал. Пес всегда делился за ним всем, что у него есть. Это настоящая дружба, да? А кошка пользуется. Такой глюстный. В самом низу нашего канала есть старая видеозапись, как босс делится с ней своей едой. Босяра еще молодой. Босяра. С черным непоседевшим носом. После прогулки мы поставили ему миску с его законным ужином. А рядом крутилась Дуня, и ей вдруг захотелось посерпать жижу из барского стола. Босс гордо уступил ей свою вкуснятину, и спокойно ждал, пока Дунечка насладится его ужином. И только после того, как она напилась и стала отходить, только тогда пошел кушать сам. Не, ну это прям так реально мило, да? Босс и Дуня... И вот смотришь, постоянно почему-то и собаки, как будто бы они более скромные. Они всегда были самыми лучшими друзьями. Дуня чувствовала себя в безопасности рядом с этой машиной. А босс, словно большой магнит, снова и снова притягивал к себе свою пухленькую подружку. Убожая животных. И ушла. Дунька была очень добрая кошка. И по характеру, и по поведению она была похожа на босса. Она любила нас, любила своего большого друга, и со временем привыкала ко всем нашим пушистым новичкам. Какая прелесть. Ого, сколько там кошечек. Когда Дуньке было 4 года, мы принесли домой крохотную Сонечку. Такая мелкая. Первое время Дуне не нравился запах чужого животного. И она даже шипела на нее. Ну ладно, хотя бы шипела только, а не дралась. А так устроена природа, и против ее законов не попрешь. Поэтому первое время мы держали Сонечку отдельно и не пускали Дуню в эту комнату. Ну, у тебя даже глазки, по-моему, вообще не открылись. Так фары светятся. Но со временем они сроднились. И Дунечка даже принимала участие в воспитании этой мелкой подружки. За ними наблюдать было одно удовольствие. Как взрослая кошка ведет себя аккуратно с совершенно чужим маленьким котенком. Будто это ее родственник. Ай! Ой, блин, я думал, что с этим гусей на ребенок. Но в то же время воспитывает и осторожно наказывает за какое-то плохое поведение. Ахахаха! А потом вылизывает. По их кошачьим меркам. Ахаха! Какая прелесть! С годами совместной жизни Соня и Дуня становились еще роднее. Бывало, конечно, всякое. Ведь это кошки. И ревность была. И просто гоняли друг друга забавы ради. А иногда даже спали будто в облаке. Ахахаха! Какая прелесть! Ой, как будто улыбает, смотри! Дуня была самая старшая в нашем кошачьем коллективе. И поэтому редко была соучастницей преступлений наших мелких хулиганов. Потому что я уже взрослая мудрая женщина. И не надо меня сподвигать на что-то такое, да? Чаще всего она просто чилила где-нибудь в сторонке. Поглядывая одним глазком за малышней. Которые с ее позвонения топчут полг ее родного дома. Она никогда никого не обижала. Никогда не показывала свою власть. И была очень спокойной кошкой. Но прежде всего Дунечка была очень умная. У Дуни была... А кошки многие почему-то умные. ...одна забавная особенность. Ну-ка. Она очень не любила, когда кто-то ругается. Бывало... Я начинала драться. ...моя мама разговаривала по телефону и на эмоциях что-то громко рассказывала. Фактически кричала в трубку телефона. Ничего себе. Где бы Дуня ни спала и чем бы ни занималась, она всегда прибегала на крик. Смотрела прямо в глаза и... Не кричи. ...и истерически громко мяукала. Всю свою жизнь я буду винить себя за то, что ни разу не заснял это на видео. Дуня словно делала... Блин, так много роликов. К тому же старых еще, да? А вот этот момент и не заснимал. Замечание. Мол, чего ты кричишь? Не надо ругаться. Она страшно не любила крики, ссоры и прочие неприятности. Поэтому всегда прибегала и всех успокаивала. И тогда мама гладила Дуню и говорила ей как человеку. Все хорошо, Дунечка. Я не ругаюсь. Я просто на дурачков. А Дуня будто все дословно понимала, успокаивалась и просто уходила на свое место. Ладно, покричала и ладно. Однажды мы с Катей дурачились в комнате. Я повалил Катю на диван, и мы друг друга щекотали, издавая соответствующие звуки, похожие на крик в перемешку со смехом. В этот момент Дуня с бешеными глазами... Вы что тут делаете? Блин, люди! ...бежала в комнату, схватила меня лапами за ногу и начала кусать. По всей видимости, она думала, что мы деремся, и таким образом пыталась защитить Катю, что лично у меня взрывает мозг. Нет, я видел много роликов, как животные защищают людей. Но одно дело смотреть видео в интернете... А другое, когда это происходит с тобой. А другое, когда такой умный зверек достался именно тебе. Такой вот парадокс, что наша Дунечка не знала врачей, потому что никогда не болела. Она была у ветеринара, по-моему, всего раз на стерилизации. За всю ее жизнь никаких странных историй со здоровьем у Дуни не замечалось. Именно это и сыграло с ней злую шутку, потому что самая здоровая кошка внезапно начинает тяжело и безнадежно болеть, не доживая всего пару месяцев до своих девяти лет. Это грустно. Это началось осенью 22-го года. Мы с Катей уже жили отдельно, и вдруг мама стала рассказывать, что подозревает из Дуни что-то странное. Дуня стала плохо кушать. В нашей семье это могло звучать как анекдот, потому что Дуня... Типа, ставила она хорошо кушала. ...всегда любила поесть. Но внезапно она стала отказываться... Довольно пустенькой, так сказать. ...отказываться от еды. Мама говорит, зову ее, а она не идет. Чаще стала спать, стала какая-то вялая и неактивная. Забили тревогу. Я тогда приболел и больше месяца пролежал с каким-то вирусником. В общем, по... С ковидом, наверное, да. По врачам Дуню возили мама с Катей без меня. Я только узнавал, что ей то-то сделали, то это назначили. Сказали лечить и наблюдать. К сожалению, Дуне становилось только хуже. И приходилось ехать в другие клиники. Блин, даже в животных клиниках, да, фигня какая-то иногда происходит. Типа, приходишь сам в больницу. Ах, ты болеешь, но мы не знаем, что с тобой. Наблюдайся. Зайбись, спасибо. В животном этаж себе. Тоже толком никто ничего не мог объяснить. Через несколько дней Дуня уже начала прятаться под ванной. И, кажется, перестала ходить в туалет. Еще через несколько дней у нее и вовсе стали отказывать задние лапки. Капец. Все происходило так быстро, что мы не успевали возить ее к врачу. Первое время она еще пыталась на них встать и даже не хотела лежать в комнате. Старалась двигаться и просилась выйти из комнаты. Но потом задние лапы отказали полностью. Ушибов и ударов точно никаких быть не могло. Блин, пипец какой-то. Из-за чего такое вообще произойдет? Все происходило постепенно. Врачи сделали рентген и на снимке не обнаружили никаких повреждений. Но кошка не может самостоятельно встать на лапы. И это уже далеко не шутки. Ну, явно не шутки. Я даже не понимаю, из-за чего такое может быть. Мы закрыли Дуню в спальне и других животных туда не пускали. Бедняжке иногда хотелось выйти из комнаты на свободу. Хоть для нее это было физически довольно тяжело. Поэтому мы по очереди выгуливали ее на руках. Сходим в гости к боссу, по пути зайдем на кухню и обратно в комнатную палату. Были дни, когда у нее и аппетит улучшался, и даже становилось активнее. Лежать... Ну, типа такие... Как это называется? А затишье не говорят. Вздоровление, конечно. Такое бывает. Она не особо хотела. Ползала по комнате и выглядела довольно неплохо. Появилась надежда, что лечение дает положительные результаты. Сейчас потихоньку выкарабкаемся. Вот-вот Дунечка снова станет ходить и все наладится. Но, к сожалению, выявились новые проблемы. Дуня совсем перестала ходить в туалет. Мочевой наполнялся и нам приходилось возить ее в клинику, чтобы искусственно откачивать мочу. Капец. Я даже не знал, что есть такие процедуры. Бедненькая кошечка. Она так боялась этих врачей. Ее напуганный печальный взгляд рвал душу на куски. Ну, реально прям выглядит очень грустно. Очередной доктор сделал очередное УЗИ, но ничего подозрительного там не увидел. Мочевой переполнен, но он в порядке. Да и вообще, по словам ветеринаров, там все стабильно. А почему? Вот что? Ну, как бы, блядь, обследование делают, но нифига не находят. Как так? Но поскольку она не может самостоятельно писать, пришлось опустошать мочевой пузырь другими способами. Я не могу показать эту процедуру, да и зачем вам это видеть? Ну, да. Поездки в клинику давались Дуне очень тяжело. Мало того, что физически ей это было очень больно, так еще и морально тяжело и страшно. Поэтому, чтобы не тревожить кошку поездками, мы стали обзванивать клиники и искать врача, который сам смог бы приехать к нам делать все эти мочевые процедуры. Скажите, пожалуйста, а вы можете приехать на дом сегодня? И даже по экстренному нет. Но, увы, все клиники, в которые мы звонили, отказывали нам в такой услуге. А вообще такие услуги у них предоставляются или нет? Я просто тоже... Ну, наверное, все-таки есть. Мы максимально по-человечески объясняли ситуацию, что у кошки отказаны задние лапы. Ей тяжело и больно, но везде следовал отказ. Стало ясно, что в нашем городе с такой проблемой ловить нечего. Нужно срочно везти Дуню в Минск. Минск – это столица Беларуси, и там совершенно другой уровень лечения. Позвонили, записались, договорились с Сашей, чтобы он нас свозил, и на следующий день повезли кошку в столицу. Опять закрытая клетка, дорожная тряска и страх в глазах нашей кошки. Ну, блин, я надеюсь, хотя бы в Минске что-то сказали. Конечно, уже ничего не изменишь, но, блядь, причина-то должна быть какая-то. Но зато где-то в душе снова загорелся огонек надежды, что вот сейчас, возможно, удастся добиться хоть каких-то положительных результатов. Такая пузька. Мы заехали сначала в одну клинику, потом в другую, и в каждой нам говорили неутешительные прогнозы. В основном, что кошка ходить уже не будет, и мы готовьтесь к инвалиду-колясочнику. А для нас услышать такое было как раз наоборот, словно глоток свежего воздуха. Ну, типа, надежда, что выживет хотя бы, да? Ведь в таких прогнозах слышится самое главное – она будет жить. Нам уже не было так важно, чтобы она ходила. Мы заказали бы ей самую лучшую колясочку и помогали бы ей во всем. Только бы она жила. Дуню осматривали разные врачи. Я сейчас всех и не вспомню. Мы ходили из кабинета в кабинет, и на УЗИ, и на анализы, и к неврологу, и к другим врачам. Неврологи даже есть, и кошачьи. И в каждом кабинете мы слышали целые лекции про то, как устроен организм животного, и что может быть в том или ином случае. Единственное, что мы поняли – это то, что нужно делать МРТ для уточнения диагноза. А что, по самому чму сразу не говорили, типа, врачи из его угорода, что нужно МРТ делать? Что за бред? Нас записали на ближайшую дату, и мы поехали домой. По приезду домой уставшая Дунечка села и даже не хотела выползать из переноски. Такая грустная. Ты моя Дунечка, ты моя Дунечка, ты моя пердоня. Дунечка, ты милый звучит. Мердоня, помучали тебя сегодня чуть-чуть. Помучали тебя, солнышко мое. Дунечка холодненькая моя. Настал день обследования. Мы приехали в Минск пораньше, отметились в регистратуре и стали ждать, когда нас позовут. Это ТМРТ прям как человеческое, что ли? Ну, типа, по размеру. Красивые цветочки. Затем медсестра отнесла переноску с кошкой в кабинет, а нам сказали подождать минут сорок. Я снимал все подряд, даже как мы с Сашей завтракали в машине. Ведь я верил, что все наладится, и потом я расскажу вам всю эту историю, у которой по-любому должен быть счастливый конец. По завершению обследования нас пригласили в кабинет к врачу. Только потеряно. Доктор показала нам печальные результаты обследования. Я почему-то так и подумал, что с этим, скорее всего, что-то с... Блядь, как это называется эта штука? Пипец. Короче, главная кость, которая в спине, как она называется? Короче, хребет, вы поняли? Потому что ноги просто так не отказывают, и, скорее всего, отказывает у него именно нижняя часть. Значит, видимо, что-то с вот этой штукой. КТ выявила у Дуни множество опухолей. И там что-то еще. Мы все равно много... Мне почему-то так кажется. Ну, по крайней мере, она показывает именно на него. Вы не поняли. Я прикреплю фоторезультатов. Да, вот позвоночник, точно. Ммм... Неизменили, напомню. Так, где заключение? Блин, а заключения нет. Тут результат, а заключение пустое. Почему? Для тех, кто в этом понимает, и кому интересно узнать подробнее. Нам сказали, что прогнозы здесь неутешительные. И сколько ей осталось жить, никто не знает. Назначили лечение. А также доктор показала нам, как... А как? Что лечение? Какое поможет, если там опухоль уже... Правильно откачивать мочу в таких случаях. Когда животные не могут это делать самостоятельно. На примере воздушного шарика, наполненного водичкой и обернутого полотенцем. Показывала, как правильно и куда нужно нажимать, чтобы жидкость отходила как положено. Ну, а также показала, какие необходимо делать массажи и какие упражнения с ее задними лапками. Приехали домой и купили... Ну, блин, типа, поздно, мне кажется, они все это нашли. Почему другие врачи не сказали, что нужно, типа, МРТ хотя бы сделать? Ну, они же знали, что это такое есть, такое возможно, типа, не в этом городе, но в любом случае. Как будто бы во всем докторам вообще... И все назначили. Ладно, конечно, не всем, но... Дунечка даже немного повеселела и поиграла с веревочкой, отчего даже в комнате будто светлее стало. Ну, да, когда, типа, сначала видишь то, что неактивное, а потом видишь, когда, как бы, настроение чуть-чуть поднялось, то и у тебя тоже поднимается. А еще пустили к ней босса, чтобы он навестил свою подругу. Из всех наших животных, именно босса, она была рада видеть больше всех. Хм. На следующий день, в 4 часа утра, раздается звонок от мамы. Пипец. Только как будто бы все налаживается, да, и уже сразу на следующий день. Мама дрожащим голосом говорит. Дуня умирает. Когда я приехал, Дунечка уже тяжело дышала, очень мучилась и просила помощи. У нее открылось внутреннее кровотечение, и стало очевидно, что это ее последние часы жизни. Потерпи, моя золнышка, потерпи. У меня прям мурашки похожи. Потерпи, моя хорошая. Дунечка моя. Дунечка. 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 Я так понимаю, усыпить, да? Рано утром, 9 декабря, ее мучения закончились. Бедняжка. КОНЕЦ Ну, мне кажется, какие-нибудь вандалы всё это, увы, разобьют. Это грустно. Но кошка была классная. Жалко её. Какая довольная спит. Хм, спляталась. И чё меня насол, человек? Им там дышать, наверное, даже нечем. Это грустно, на самом деле. Вот такие ролики смотреть, потому что, ну, как бы, я люблю животных. И вот смотришь сначала на их взросление, потом то, что их не стало, это тяжело. Сначала умиляешься, потом грустно становится. Я понимаю, насколько это трудно, вот, поэтому, наверное, я сейчас... И одна из причин, из которых я не завожу никого, потому что потом будет вот такая вот тоже фигня. Не хочется более такой. Как канал там зовут? Саня Шоу. Сил, терпение, потому что тяжёлая ситуация. Конечно, уже два года прошёл, но в любом случае это всё равно тяжело. Спасибо ему за ролик большое. Я погрустил. Прям на душу теперь кошки скребут. Спасибо большое вам и подписчику за просьбу. Надеюсь, вам понравилась эта реакция. Если это так, то вы знаете, что надо делать. С вами всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.